Всем привет, друзья! Как всегда, в эфире в это время По дороге на тренировку Михаил Шилов Автор проектов Makevara.ru Budushin.ru Budoblog.ru DrShilov.com И так далее Так, значит Тема сегодня такая Озвучиваю Для тех, кто будет смотреть это потом на ютубе То есть Боевые искусства и кроссфит Сочетание Метод подготовки Как их, значит, увязывать между собой Можно ли это делать Нельзя ли В качестве чего должен кроссфит присутствовать Как отдельная дисциплина Вспомогательная дисциплина Можно ли делать это все на одной тренировке Или нужно это разбивать на разные тренировки совершенно Вот множество по этому поводу приходится мне вопросов И сейчас я постараюсь Уложить это как смогу В развернутый такой, значит, ответ Потому что ехать мне Где-то полчаса Может больше Я думаю, что я за это время успею вам Все детально рассказать Вот Значит, смотрите Сначала давайте Условимся по поводу того Нужна ли функциональная подготовка А мы кроссфит будем рассматривать Именно в таком ключе И, значит, подготовка кардио Для бойца Ну, тут это риторический вопрос На самом деле Наверное, нужна, да Потому что Особенно для бойца Который участвует в соревнованиях Потому что Когда проходишь несколько кругов соревнований Идут раунды Неважно, какие виды боевых искусств Совершенно без разницы Где есть контакт Без контакта Это неважно Но где сэнспарринги Поединки есть И так далее Нужна ли? Обязательно нужна Потому что Во время соревнований Выделяется адреналин Быстро сгорают Все сахара Гликоген И так далее И остается только Та функциональная наработка Та функциональная тренированность Которая и позволит Пройти до конца Все, что нужно Не потеряв Ни в силе Ни в скорости Ни в что-нибудь еще Это первая составляющая Вторая Чтобы Дойти до такого До такого состояния Самки тренированности Опять же Нужно, соответственно И тренироваться То есть Методы тренировки И методы, вернее И интенсивность Самки тренинга Должна быть Чрезвычайно высока Это также важно И для постоянного Прогрессирования Иначе прогресса не будет Одно дело Сделать за Двухчасовую тренировку Один объем Самки работы И совсем Другое В два раза больше Понимаете, да? То есть Люди, которые способны Поддерживать Высокую интенсивность Самки тренинга На высочайшем уровне Делая маленькие перерывы Между Какими-то циклами И так далее Я имею ввиду Тренировки По боевым искусствам То есть В том числе Кихон Ката Одно дело Сделать за тренировку Предположим Двадцать раз ката Другое дело Сделать пятьдесят Причем примерно За одно и то же время Экономя Только на перерывах Это очень большая разница Что касается карате Предположим Даже Если это не касается боев Я уж не говорю Про то Сколько можно провести Спаррингов Сколько можно И с какой Но с интенсивностью Провести Как можно поработать На лапах Интенсивно И так далее И на снаряды Подготовки С самокиварой Поработать Вот это важно Опять же Чем человек Если правильно Тренируется Интенсивнее Тренирует Свою функциональную Подготовку Тем он в итоге Быстрее Восстанавливается То есть Возникает Ну это все Я перечисляю Значит Ипостаси Самые разные И эффекты Которые достигаются При тренированности При наработке Тренированности Как таковой Вот Значит Получается Что функциональная Подготовка Безусловно Для бойца Нужна И кардио Подготовка Тоже нужна Для тех Кто гоняет Вес Да Чтобы интенсивно Сгонять вес Нужна интенсивная Хорошая кардио Правильная Вот Опять же Для тех Кто не гоняет вес А просто хочет быть В хорошей физической Самой форме То же самое В общем Короче Со всех сторон Понятно Что физическая подготовка На хорошем уровне Функциональная Подготовка Спортсмену Или просто Мастеру Боевых искусств Или вообще Адепту Боевых искусств Необходима И нужна Как бы Кто что не говорил Поэтому Вот про тех Кто что бы не говорил Я значит Отмечу Что те Люди Которые ходят И там говорят Что мы занимаемся Боевыми там Искусствами Сами Еле ползают По залу Из года в год Выполняют Какой-то Жалкий Тихон Там Или еле-еле Там успевают Какой-то там Объем работы Перелопатить В зале И считают Что это Они развиваются Так Поддерживают Ся на уровне Они же Искусством Боевым Занимаются А все в реале Кабрешает Не физической силы И выносливость Главное Мастерство Вот у них нету Ни мастерства Ничего Это все обман На самом деле И конечно На каждом уровне Своего На каждом уровне Своего возраста И своего Состояния Человек должен Максимально иметь Здоровое Сильное тело То есть понимаете Не надо списывать Все во мне 40 лет Или 45 лет Или 50 Или 60 Все Все теперь у меня Только в технике Вся моя сила Там кроется Сила внутренних органов Дыхания И так далее Ребят Есть люди Которые поддерживают Своё тело На высочайшем Физическом И Выносливостном уровне В долгие-долгие годы Понимаете И это показатель того Что Все это можно То есть При всех прочих Равных условиях Надо иметь Хорошее подготовленное тело Хороший подготовленный организм Отличную выносливость И так далее И в 40 И в 50 И в 60 лет И так далее Они Не пытаться Все подменить Именно понятием Самое мастерство Которое Будет Утеряно Даже если оно есть Если тело Не на достаточном уровне И вы не можете Выдерживать нормальные Самые тренировки Чтобы поддерживаться В нормальном состоянии Вы посмотрите на того же Самого Морио Хигаону Которому хрен знает Сколько лет Я видел его Записи Закрытые Где он С Тараучи работает Или с Не помню С Нет Или с Учи Дэша своим Я уже не помню Короче Мужик пашет В свои годы Будь здоров Так что Ого-го То есть Там геттренировка Идет Ну там Записи небольшая Но 20 минут Но она идет Нон-стоп И там Что только нет Фактически Это Самая натуральная Самая натуральная Круговая Тренировка Очень жесткая В которой Одновременно присутствуют И Кихон И Тан Рен И работа С специальными Снарядами Тренажерами Конечно Которые Мне Вот Они не нравятся Но это традиционные Самки снаряды Для Годжулю Там Окинавского Но они работают И он пашет Как конь Это в свои годы И прекрасно выглядит Понимаете Поэтому Что уж и говорить По поводу того Что Не надо Ссылаться на возраст Неприки За каждого возраста Существуют Свои рамки И границы И преуменьшать их Не надо Они должны быть На уровне Так вот Теперь переходим К вопросу Какой же метод Подготовки Считать Наилучшим Я сразу забегу Вперед И скажу Что лучший метод Подготовки тела Это конечно Вообще Во всех ипостасях Это калистеника То есть работа С собственным весом Что бы то ни было И силовая подготовка И выносливостная подготовка Любая Самая лучшая подготовка Это калистеника Работа С собственным весом Методов работы Существует много Тут могут быть элементы Йоги Стрит-воркаута Фиг знает Любой Самый Бег Спринты Запрыгивание Впрыгивание Выскакивание Все что угодно Это все Работа Со своим весом Все это Да Различные Аэробики Все это Оно Все это Оно И есть Почему со своим весом Лучше всего То есть управляетесь Со своим весом Значит управитесь С таким же весом Самки противника Потому что Если вы себя Поднимаете На перекладине Значит вы точно так же Подтянете К себе противника С таким же Примерным весом Хотите Увеличить вес Опять же Делайте все это Просто навешивая Грузы на себя Вот таким вот образом Это мое личное мнение Которому я пришел За долгие годы В спорте Вот Считаю Что это правильнее всего Ну так вот А теперь Скажу Что Очень мне нравится Я уже Несколько лет Смотрите Практикую Кроссфит А что это я Несколько лет Я практикую Кроссфит Вот Не понял Какой-то светофор Поставили лишний Что ли Я что-то вообще Не въехал Откуда появился он Два светофора Стоит с интервалом В 50 метров Друг от друга Ладно В общем короче говоря Не было раньше Этого светофора Так Кроссфит Почему Потому что он В себе сочетает Абсолютно все И методы силовой подготовки Методы функциональной подготовки И методы кардио тренинга Теперь давайте Сразу поговорим о том Что-то Какой Кроссфит Я подразумеваю Понимаете Существует Кроссфит Такой Как Значит Соревнования То есть Где люди А пока Забудут Запредельные Результаты В области Функциональной подготовки Они на тренировках Когда готовятся Блюют Там и все такое прочее То есть Это считается нормальным Даже это круто Они там майки Специальные получают С блюющим С клоуном Это считается Определенный уровень Там Это достижение Вот Конечно Как любой спорт Высоких достижений И профессиональный В том числе Спорт Это Не полезно Потому что Там всегда идет работа На запредел То есть И очень часто Во вред Можно Закислить Меокард И получится Вообще Это проблема Потому что Сердце не может Работать Вернее У него нету Суперкомпенсации Оно не может Дать отдыха Если вы мышцу Какую-то закислили Вы можете Два дня Или три Не работать Или четыре На нее А может и неделю И она восстанавливается Полностью Если вы закислили Меокард Ему Там отдыхать некогда Он все равно Работать будет И конечно Ничего полезного В этом нет А вот Если вы тренируете Ну понимаете Из всего Есть Как бы Решение Панацея Просто Рассматривайте Кроссфит Не таким образом Как подготовку К соревнованиям По кроссфиту А как метод Функциональной подготовки И как это дело Выглядит То есть Просто Нужно Работать В правильной Пульсовой Зоне То есть Для каждого возраста Для каждого веса И уровня подготовки Сейчас об этом Не буду детально рассказывать Потому что Это надо по таблицам Сами показывать Вы можете это Нагуглить Существуют Определенные Зоны Частоты Сердечных Сокращений В которых Происходит Первое Тренировка сердца Второе Это сжигание Жира Третье Саморабота На усиление Работы сердца То есть сердце Становится более сильным Не только более выносливым А более сильным Более сильный толчок Утолчается Стенка миокарда И так далее Вот В общем Таким образом Все это дело Сами происходит Ну и соответственно Сердечно-легочный Жекомплекс Поэтому там И с обменом кислорода Происходит определенного рода Изменения В плане Адаптации Чтобы Человек мог работать Более серьезно И более выносливо Так вот Если за За пределы А при которых Происходит Жиросжигание И тренировка От миокарда Не выходить То сердце Вы себе Не испортите Оно станет Прошу прощения Станет более выносливым Ваше сердце Вы станете Как говорится С дыхалкой Станет лучше Вот Ну и соответственно Вы сможете Как следствие Спроводить Очень высоко Интенсивный тренинг Ну и отсюда Все те Сами плюсы Про которые я рассказал В самом начале Когда я самоговорил Для чего вообще Функциональный тренинг Нужен Бойцу Вот Так вот Что же Включает Себя Как Представляет Что представляет Из себя Себя кроссфит Опять же Забудьте Про соревнования По кроссфиту Это Метод Круговой Тренировки Вот давайте Я вам дам Определение Своё Я не знаю Такого определения Наверное нет Это Метод Круговых И интервальных Санки Тренировок При которых Частота Сердечных Сокращений Поддерживается В необходимой Пульсовой Зоне Для достижения Высоких Результатов В плане Адаптации Для Выдерживания Вернее Для повышения Выносливости Силовой Выносливости И прочих Других Я так уже Короче И прочих Других Полезных Показателей Которые Ответственны За Работоспособность То есть Вы повышаете Свою Работоспособность Вот таким Вот образом Я посижу Напишу На пределении Своё Более подробно Я сформулировал Прямо По ходу Сейчас Ну так вот Если вы Это дело Делаете Никаких проблем У вас вообще Не возникает Сердце Вы не закисляете Выносливости Повышаете И короче Я считаю Что для бойца Самый лучший Способ Функциональной И силовой Подготовки Это кроссфит Вы в одном Тренинге Сочетаете Абсолютно Всё Прямо Сразу Всё В одном Тренинге Теперь Значит Потому что Там есть И силовые Упражнения Со штангой Вот И Различного Рода Ну это Если надо Кому Я вот Например Сказал Что я Сторонник Самгекалистеники Это работа Со своим весом Для работы Со своим весом Существует На самом деле Масса приспособлений Это различного рода Ролики И специальные площадки Для скольжения И специальные Мечи Всякие На которых Вы ноги забрасываете Или с ними Что-то делаете И петлитые Рыкс И кольца И перекладины И брусья И так далее Хотите вес свой Увеличить Чтобы работать Тоже Как со своим С весом По тем же траекториям Отягощаетесь Вешаете на пояс Вес Либо Вешаете на себя Цепи Либо надеваете Жилет И так далее Работаете Сюда же Входит И различного рода Интервальный бег Различного рода Спринты Спурты На мешках Интенсивы Ударной подготовки Различного рода В общем Короче Дофига всего Это очень разносторонняя Комплексная подготовка То есть Всю физическую Весь физический тренинг Направленный на Скорость Силу Выносливость И так далее Я бы Объединил бы В единый комплекс Под названием Кроссфит Для бойцов Вот так вот Понимаете Потому что Можно действительно Заниматься кроссфитом Для того Чтобы В таком стиле Который Наиболее хорошо Подходит Для какого-то Именно вида Спорта И рассматривать Кроссфит Не как самостоятельную Дисциплину Ну если только Вы не меняете Фигуру свою Вернее Даже фигуру меняете А как Вспомогательное Средство Для достижения Если у вас цель Просто Коррекция фигуры И Самотрансформация Для этого кроссфит Тоже подойдет Ну при условии Что у вас уже Есть нормальная Гемышечная масса Хотя И при кроссфите Мышечную массу Можно наращивать Но там конечно Сотрогач Такой должен быть В диете И в режиме дня Что просто Кобздец Как То есть там Это сложно очень А проще Кроссфитом Дотачивать Свою Фигуру Тело Чем Формировать То есть если Масса мышечная Есть То можно на кроссфите Просто вытащить Эту массу В красотищу Что называется И потом уже Поддерживать Ну тоже опять же На правильном режиме дня На диете И так далее А так это Вспомогательное Сомсредство И для бойцов Это одно Для бегунов Спринтеров Это другое Для борцов Это третье Для каких-то Видов спорта Для бобслей Это четвертое В общем Разные совершенно Методы Разные подходы Разный набор упражнений Но как комплексный метод Подходит лучше всего Вот Теперь вопрос о том Как это делается В процессе тренировки Перед тренировкой После тренировки Как это лучше всего Сочетать Ну вот я скажу вам Как Зависит от того Сколько времени У вас есть Если у вас Время хватает Только на три тренировки За неделю Вообще любых Каких бы то ни было Конечно вам придется Сочетать Однозначно Лучший самый вариант Самый лучший способ Который есть Это полные разделения Это то есть Когда у вас Одна тренировка Посвящена Предположим Непосредственно Боевым искусствам Технической составляющей А другая тренировка Направлена на СФП И вот на Кроссфит То есть Это разные виды Тренировок Они могут чередоваться В течение Самой недели Это если у вас Вы можете Предположим Делать 4-5 тренировок Да Если же не можете Да Надо сочетать Когда лучше делать Здесь тоже Зависит от того Что вы хотите Нарабатывать Очень сильно От этого зависит Если у вас Идет подготовка Предположим Ну каким-то Соревнованием Но не очень Там типа Серьезным То есть Конечно Вы больше Дотачиваете Техническую Составляющую Учитывая тот факт Что Весь функционал У вас уже Как бы наработан Додолжен быть К соревнованиям И работайте Больше на технике Функционалка Только на поддержание Если же вы В межсезонье Каком-то находитесь То функционалка Это первейшее Что надо нарабатывать И потом Сами техническую часть Поэтому Чаще даже Можно делать И наоборот То есть Предположим Вы работаете Первую половину тренировки Функциональный тренинг А потом Работаете Техническую часть Единственный момент Нужно учитывать И разделять Тогда Свои нагрузки Значит Если вы Предположим В функциональной подготовке Работаете С задействованием Преимущественно рук Они у вас Забились Во время тренинга То конечно Вам лучше Техническую часть Во второй части тренировки Работать на ноги Вот Потому что Сложно Координационные движения То положим Побороться В партере Вы запросто можете И это никак Не повлияет Тут просто важно Понимать Принципы И механизмы Какие вы волокна Задействуете Преимущественно Во время Функционального тренинга Во время Санки кроссфита И какие мышцы Вы будете работать Вернее С волокна В технической части Если они разные То спокойно Вы можете делать В одной из тренировок И там И там На руки Работать То же самое Касается И при работе ног Но если будете Разделять Еще лучше Вот Это что касается Если приходится Все увязывать В одну тренировку Вот таким вот образом Значит По поводу того Как разделять Или совмещать Если То есть Делать ли В стиле Фулл бадди Это все дело Или разделять По группам По зонам И так далее Ну на самом деле Здесь тоже зависит Все от того Какие ставятся задачи Какие преследуются цели Если предположим Стоит задача С поддержания Высокого То есть уровня Подготовки То лучше Каждый день В принципе Практически Работать В режиме Фулл бадди Ну или через день Это позволяет Держать хороший Мышечный тонус Хорошую сухость Подвижность Гибкость Интенсивность Вот такое Рабочее состояние То есть мышцы Постоянно готовы Что называется Если же вы В кроссфите Тренируете Какие-то Качества Их наращиваете А не просто поддерживаете Наращиваете То конечно Здесь нужен Цикловой Сами-тренинг В виде Сыплитов То есть вы Каждый день Предположим Работаете Или через день Кроссфит Но работаете Разные зоны Как это бывает Ну при сплите В силовой подготовке То есть какой-то день Вы работаете Больше на руки Какой-то день Вы работаете Больше С преимущественным Участием Скажем так Мышцы коров Какой-то день Вы работаете Грудные Какой-то день Работаете Спину Какой-то ноги Тогда Когда вы работаете в отказ, предположим, у вас возникает суперкомпенсация. Опять же, все зависит от того, можно ли подряд два дня работать одну и ту же группу. Можно, опять же, в каком ключе. Если вы работаете, разные качества. Если вы работаете, в одном случае, медленные волокна, там какую-то статодинамику работаете, да, или там изометрию на сухожилие, то это одно. Если вы работаете плеометрическую нагрузку, то есть делаете всякие выпрыгивания, запрыгивания, спрыгивания, спринты, спурты, вот, то это совсем другое. И можно их друг за дружкой самочередовать. Да и хрен с ним, что ноги болят, там, условно говоря. Понимаете, мышцы-то другие работают. Вернее, мышцы работают те же волокна, другие. И поэтому проблем-то на самом деле у вас не возникнет. Вот. Но, опять же говорю, это когда не хватает времени, возникает какая-то проблема, да. Если времени достаточно, то можно это все умело разбивать. Кто хочет узнать, как это делается, значит, обязательно пишите в личку, ищите мой e-mail, он везде присутствует, как вы правило, вот его легко найти. Зайдите на проект, корректуры найдите там, значит, реквизиты, с вами, для связи. Мы с вами пообщаемся, я вам все покажу, расскажу. То есть, на самом деле, все довольно просто. Так, как мне лучше проехать? Так, наверное, поеду. Когда понимаешь, как это дело, все это выстраивается. Вот. Ну и я не резюмирую еще пока, нет. Я жду, кстати, между прочим, пока от вас появятся какие-то вопросы, потому что основную часть я того, что хотел, сказал. А ехать мне еще довольно, ну, недолго, но как бы на вопрос отвечу. На пару-троечку запросто появится, если. Вот. Так вот. Значит, резюмируя, скажу, что самый лучший способ функциональной подготовки, физической подготовки бойца любого возраста, адепта любых боевых искусств, это кроссфит. Если не понимать его как спорт-кроссфит. То есть, кроссфит как отдельный вид спорта. Если это не так понимать, а как метод вспомогательной подготовки при работе в необходимой для тренированности и тренировки с пульсовой зоне, вот, то это самое то, что и надо. Вот прямо самое-самое то, что лучше придумать уже нельзя. Ну вот. Ну вот так вот. Давайте, друзья, задавайте вопросы. Я на них отвечу. Пока вы думаете, что спросить, я скажу тем, кто зашел только в эфир, о чем был эфир. Я рассказал с самого начала о том, какие аспекты в тренинге закрывает функциональная подготовка у бойца и любого адепта боевых искусств, у мастеров боевых искусств, в любом совершенно возрасте. Вот. Это первая часть. Потом я рассказал о том, какие методы существуют, функциональная подготовка. Я сказал, почему считаю кроссфит одной из самых лучших тем, если под кроссфитом понимать то, о чем я рассказал. Поэтому обязательно пересмотрите это видео с самого начала. Вам будет интересно, потому что там есть и, ну, действительно, информация, которую вот в таком вот уложенном, систематизированном виде вы в интернете вряд ли найдете. Вот. Потому что это такая моя системная компиляция, основанная на базе личного, значит, опыта. И, ну, разумеется, той информации и тех самознаний, которые я получил за годы работы и тренировки в кроссфите. Вот. В общем, вот так вот. Игорь Самохин, ну, сто лет тебя не видел. Так, 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 ребята, друзья, они молодцы, смотрим, все замечательно. Только давайте поживее как-то с обратной связью. Буквально. Коротенький вопрос, коротенький будет ответ. И все, будчики. Кстати, в Иваново скоро открывается прекрасный спортивный зал. Скажу сразу, это не мой, поэтому никакой я саморекламы себе не делаю совершенно. Вот. Где будет идеальным образом сочетаться как раз именно боевые искусства и кроссфит. Даже зал, даже сам зал называется файт-фит. Понимаете, как интересно. То есть как раз там будет, это будет такая тусовка файтеров, которые приходят позаниматься, кроме своих залов, где они там занимаются своими группами, своими друзьями, спарринг-партнерами. Они приходят заниматься специализированной, силовой и функциональной подготовкой в разрезе работы для совершенствования необходимых самих качеств для боевых искусств. Вот так вот. То есть, конечно, там можно будет и боевыми искусствами заниматься непосредственно, потому что там и ринг, и татами, и мешки. Но основной акцент делается как раз на то, что это фитнес, ну так, фитнес, в ковы. Понимаете, фитнес у нас как-то рафинированно понимается. На самом деле фитнес это работа со своим телом, да. То есть это фитнес для файтеров. То есть СВП для файтеров. И основным СВП для файтеров там будет являться непосредственно именно кроссфит. Там будут различные канаты, там будет эта вот рама большая для стрит-коркаута, будут разновесы. Вот, различного рода тележки, которые толкать, цепи там, в общем, хрен, что там только. Все там будет, короче говоря, вот. Офигенно крутой СМЗал, вот, для функциональной подготовки для бойцов. В общем, полный крутяк. Так, друзья, жду от вас вопросов. Если вопросов не будет, значит не будет. Можете, кстати, вопросы и по другой теме немножко задать. Ну, например, посмежный. В плане питания, вот. В плане снижения веса, коррекции фигуры, в плане снарядной подготовки. Да что же там за гудок-то такой? И кто кому гудит, непонятно. Вот. Давайте, 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 интенсивней. Кстати, это видео, значит, обязательно будет еще на моем лайв-ченел на ютубе. Ну и, наверное, скорее всего, во всех социальных сетях моих тематических сообществах. Сообщества как боевые искусства. Наташка, привет, Степанова. Поздно ты зашла. Тема, кстати, очень интересная была, но я думаю, ты просто пересмотришь все с самого начала. Я, значит, эфиром закончил свой уже. В принципе, я сейчас ожидаю только вопросов. Так что, пожалуйста, не стесняйся. Так что, пожалуйста, не стесняйся. Да что ты, бух ты, ё-моё, чё-то я попал-то, а? Непонятно. Ладно. Заканчивает, а, да, эфир. Заканчивает, а, эфир. Заканчивает, а, эфир. Заканчивает, а, эфир. Продолжение следует... Продолжение следует...